светодиодные экраны наиболее как бы динамичная развивающийся и все более и более частью становится становящийся доступный средство отображения видеосигнала которые все больше и больше применяется в сценическом пространстве ну первое достоинство это то что мы и светодиодный экран можем как бы использовать как задник как кулисы как элементы декорации в общем как как мы захотим так и будем использовать второе динамично развивается то есть мы можем использовать не только светодиодные экраны как таковые как плоскость вот мы можем их использовать как гирлянды как трехмерный пока еще очень примитивные но так как еще состоит из ячеек светодиодных ячеек мы можем эти ячейки собрать на какую-то плоскость вот и эта плоскость допустим будет непрозрачной вот и собственно говоря ну плоскости плоскость светится получается некий такая большая плазменная панель условно вот но что мешает нам эти лампочки эти светодиодики собрать на какой-то решетки вот и получится что эта плоскость прозрачной и за ней может располагаться как бы еще один слой таких же экранов декорация свет да просто ощущение такое в воздухе что это а второй вариант нам вообще можно обязательно эти решетки мы можем собрать вести по висячих гирлянд и располагать это все как бы истории видео как нам угодно просто заполнить пространство в нитками вертикально висящими в пространстве и работать таким образом с видео экрана и кроме того мы даже если мы вернемся к обычному варианту классическому светодиодного экрана что эта плоскость эта плоскость разбирается состоит из кластеров и сегментов и мы можем сегодня собрать длинную узкую полосу завтра вертикальную послезавтра квадратную а можем разбить это изображение можете посмотреть у меня там на визуализациях там где-то обратите внимание там светодиодники разобраны как угодно разбросать по всему пространству то есть собрать то есть грубо говоря светодиодный экран это опять же это небольшой телевизор на сцене это как бы история это модуль это кубики из которых можно как из конструктора складывать необходимое необходимую сценографию по большому счету второе достоинство светодиодного экрана это то что он конечно необычайно яркий вот и поэтому на улице полный рост можно как бы его используйте нужно его использовать относительный недостаток а еще одно достоинство контрастность изображения светодиод выключен он не светится и грубо говоря если мы берем задник сделаем светодиодных светодиодов и решетка будет не серая допустим черная выключенный светодиод черный задник все отлично то есть грубо говоря на самом деле самая большая беда с художественной точки зрения на концертах что используется постоянное видео на сцене по делу не по делу и все прочее иногда так он надоедает иногда хочется просто выключить и на этой песне мы работаем чисто со светом без без экрана а на этой включаем это уже как бы вопрос световой партитуры а где-то просто в живом исполнении или там на грамм неважно в данном случае а где-то пол песни работает экран темный потом какой-то акцент потом опять он исчезает вот идеально как бы история со светодиодиком а с проектором помните я говорил уже про это про его низкую контрастность такая как бы история не не получается и поэтому даже если используешь на концерте свете не светодиодника проектор даже если ничего не надо хоть какое-то пятно светящийся туда надо хотя бы логотипу приходится выводить чтобы не висела это грязная серо-белая простыня вот это плюсы безусловные плюсы светодиодных экранов и минус один низкая относительно низкая по сравнению с видео проектором и панели плазменной относительно низкое разрешение хотя на самом деле этот недостаток все более дороговато еще но как бы растет разрешение видео про и светодиодных экранов все больше и больше когда мы выбираем как состоит какие характеристики есть у светодиодного экрана то есть про и естественно яркость светодиода она существует но честно скажу я на них практически никогда не обращаю внимание потому что все они яркие иногда даже слишком яркие приходится на концертах общую яркость приглушать да кстати извините что мешает светодиодными светодиодным экраном светодиодом используется просто как источники освещения подсветки какие-то подсветки блендера отбивки в зал вы можете вы это светодиодные разобрать на кучу сегментов теоретически вот и освещать ими работать как светильник пожалуйста сейчас последнее время идет тенденция сближения возьмем ваш светодиодный вот и если они поддерживают так называемый пицел моппинг и соберем и представьте себе ваш не круглый а прямоугольный и вы собираете из этих светодиодных и они поддерживают вот пицел на этом поддерживают как бы их можно включить подключить к видео сигналу вот это очень много сейчас таких голов вот представьте себе вы собрали линейку или какую-то стену из этих вращающихся голов и у вас в какой-то момент это экран пускающий там немножко примитивный с низким разрешением а в какой-то момент это как прожектор то есть тоже достаточно такая революционная история которая требует как бы своего еще осмысления осмысление я не веду чтобы не существовало это виде каких-то примитивных как бы эффектах то мы про это еще наверно будем говорить а именно с точки зрения универсальный какой-то даже не универсальный необычный нетрадиционные применение этого свойства и так еще состоится светодиод естественно из ячейки светодиодов то есть мы помните как у нас получается изображение пикселя цвет пикселя и яркость 3 условно компонента rgb красный зеленый 7 и эти все работают это белый все выключены черные и соответственно вот эта ячейка она равносильно пикселю и нам что очень важно знать характеристики светодиодов это расстояние между этими пикселями она может быть малюсенько а может быть больше 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 и вот этот термин называется шаг пикселя светодиодного экрана то есть если шаг пикселя 10 миллиметров значит соответственно эти как бы ячейки расположены расстояние одного сантиметра 10 миллиметров чем плотнее тем больше будет разрешение экрана то есть сейчас они еще дорогие но есть достаточно много экранов 3 пикселя шагом 33 миллиметра 2 даже единицы по моему как есть и поэтому слово низкое разрешение светодиодного экрана она теряет свою актуальность вы понимаете что набрать из этих кластеров ну кластер этого и ячейки до ячейки там условно 64 на 64 пиксела вот набрать изображение high definition да это будет очень большой экран но разрешение там будет огромный понимаете да поэтому очень важно понимать в каждом конкретном случае в каждом конкретном случае с каким разрешением мы будем иметь дело и поэтому если я беру делаю контент или видео оформление в комплексе к какому-то мероприятию допустим мне заказали изображение для видео экрана я каждый раз интересуюсь размерами в пикселях и первое правило изготовления контента для видео для светодиодников стараться либо кратно а лучше попадать пиксель в пиксель чтобы не было чтобы процессор он не светился как когда у него не хватает пикселей или пикселей слишком много то есть лучше идеально делать пиксель пиксель и поэтому когда я делаю ну когда для себя делаю для своих как бы постановок и сам выбирая это автоматически происходит а когда для каких-то других делаю отдельно контент я узнаю две вещи то есть ну шаг пикселей естественно три вещи первое размер экрана метра и размер экрана в пикселях и соответственно пропорции да то есть понимаете что варианте со светодиодником классические пропорции там 16 9 или 4 3 далеко не всегда бывает это может быть квадрат это может быть узкая длинная полоса это может быть вертикальная длинная полоса этого я говорю что было может быть серии экранов и тогда думаешь как делать для этой серии экранов контент есть разные способы если забуду спросите меня я потом расскажу то есть таким образом главная характеристика это размер экранов пикселя размер метров и шаг этого печь вот эта информация которая которая нам нужно что еще да ребят я забыл сказать я говорю про видео стенки и сейчас говорил что светодиодники можно в пространстве разбросать как угодно вот разбросаны посмотрите у меня допустим вариант группа пилот там есть видео на сайте у меня и на ю тубе как организована как бы работа светодиодников пространство интро группа пилот ну посмотрите и я забыл сказать самое главное что на самом деле вернемся к видео проектором чуть-чуть из видео проекторов в изображении можно сделать тоже видео стенку причем можно сделать как бы двумя способами первое есть такое понятие когда нам не хватает светового потока одного видео проектора у нас допустим есть нам надо сделать изображение там 9 метров шириной и у нас четыре десятитысячного проект проекта 1 1 десятки 1 десятитысячного естественно не хватит а 4 уже был женат что я могу сделать я могу взять единственное условие проекторы должны быть с одной той же оптикой одного типа то есть идентичные проекторы с разной яркостью поток световой где-то больше где-то меньше в первом случае это неважно во втором критично мы собираем стопку из проекторов точно друг на другом и как правило это делается специально изготавливается специальная рама нее мы редко называем один на один проект под на него 2 но 3 на него 4 становится такая стопочка а в каждом проекторе я тоже забыл сказать есть такая хреновина называется shift где с точностью до пикселя изображение либо поднимается чуть-чуть либо опускается либо влево либо вправо это горизонтальнейши и в таком случае мы можем проектор и если есть горизонтальный шрифт собрать поставить просто тупо рядом друг с другом в ряд и за счет вот совмещение этого шифта мы если у нас два проектора мы собираем луч в луч изображение в луч луч просто берем либо сетку сигналы либо текст очень просто выводишь текст на проектор и совмещаешь эти буковки и получается у тебя точно как бы изображение и вот как бы таким образом совмещаем совмещаем изображение это первый способ самый как бы простой второй принцип видео стены про который я вам говорил видео проектора собирается как бы изображение один участок 2 3 4 то есть вот таким образом как правило организуется видео мэппинг на больших архитектурных стенах ставится башня берется серия 4 10 16 проекторов из них собирается собирается видео стена но тут есть два момента на которые вам необходимо обратить внимание первая история это световые потоки и цветовые цвета коррекция каждого кадра каждого проектора должны быть одинаково по возможности идентичны то есть цвета коррекция один более красненький другой более не синенький это естественно сами понимаете будет проявляться если один более тусклый другой более яркий тоже сам понимаете этот участок один будет более темный другой более светлый это один момент 2 2 момента который надо обратить внимание что границы между этими этими участками каждым участком каждого кадра каждого проектора они и все-таки выровнять достаточно сложно все равно у вас идентичности вот этого изображения пиксель-пиксель и главное по световому потоку не будет и поэтому есть одна маленькая история она аппаратно в серверах виде серверах решается видеопрограммы даже в резолюме а это есть и варкаусе биджей даже простейший у нас одно изображение у нас одно изображение немножко заходит на другое и вот в этом участке пропорционально изображение одно понижается другое повышается яркость понимаете и таким образом появляется так называемый эффект бесшовного соединения когда один участок заходит на другой то есть границы они вот таким образом размываются но на практике столкнетесь поймете как это делается это вполне осуществимая история вернемся к светодиодным проектором то есть понятно что светодиодный проектор еще конструктивно я не хотел говорить про коммутацию сигнала но в данном случае нужно сказать что есть доска со светодиодами есть источник видео про них мы сейчас точно не будем говорить есть провод которому как бы это все дело этот видео сигнал приходит но сам светодиод требует специального как бы компьютера специального процессора который этот сигнал преобразует грубо говоря в мигание лампочек честно скажу никогда в жизни были близко не подходил в этой мою как бы компетенции не входит как этот процессор устроен я не знаю единственное что мне нужно знать и это то что помните я вам говорю что можно разбросать участки кластеры в разных как бы в разных пропорциях в разных точках сцены но любой вот этот не один кластер а участок который из которого собрана допустим маленький участок но он находится далеко он требует будет своего процессора поэтому грубо говоря с техниками с инженерами всегда советуйтесь как удобнее конкретно их аппарат их вообще как бы ты вообще с техниками всегда надо советоваться что реализуема хорошо чтобы просто реализовать что реализовать достаточно сложно вот то есть на эти вещи обращайте внимание то есть отдельный кусок отдельный процессор отдельный кусок день не процесс вот на эти вещи тоже надо обращать внимание что про светодиоды я не сказал светодиодные вот в принципе наверно все то есть таким образом с классификации видеоаппаратуры не пультов а именно средств только мы отображение как бы не пультов не передачи сигнала мы вроде бы с вами поговорили и в целом как бы классификация средств отображения и вообще постановочного света и ведь постановочное видео то есть чем светить с красками мы разобрались ли с кисточками по аналогии не знаю как сказать то есть чем светить у нас есть для чего это все было сделано для того чтобы мы понимали профессия художник по свету у меня же как звучит советское время звучало осветитель высокой квалификации разрабатывающий схему постановочного освещения и видео то же самое и производящий отбор средств постановочного освещения грубо говоря отбор прожекторов экранов и прочее прочее то есть для грамотного реализации той или иной как бы задачи художественной мы производим отбор знаем вот эту классификацию зная эту классификацию производим отбор этих средств постановочного освещения и решили смотреть постановочного видео то есть теперь у нас куда бедно разложено все это дело по полочкам и мы можем это применять сразу скажу что наверное извиниться надо было самом начале за болтогню за лишнюю сумбурность и все прочее но у меня есть оправдание если что-то я про что-то забыл если про что-то сказал невнятно есть учебник у меня где худо-бедно по полочкам достаточно сухо но достаточно четко это разложено и поэтому как бы это можно использовать как бы совершенно спасибо